5 апреля 1874 года состоялась премьера в театре Андервин знаменитой опереты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса-младшего. Сын не уступал в таланте известности великому отцу. В число произведений младшего Штрауса вошли такие известные вальсы, как «На прекрасном голубом Дунае», «Жизнь артиста», «Сказки Венского леса» и многие другие. И все-таки известным его сделала оперета «Летучая мышь», кстати, основанная на реальных событиях. Однако изысканная венская публика восприняла постановку холодно. Оперета не выдержала и 20 представлений в первом сезоне театра Андервин, после чего ее сняли с репертуара. При этом в Берлине и Париже спектакль имел огромный успех. В этот день в 1991 году были основаны русские «Витязи». Летчики авиационной группы считаются мастерами высшего пилотажа. Особенностью русских «Витязей» является использование тяжелых боевых истребителей Су-27. В конце 2016 года пилоты перешли на новый тип самолетов. Многоцелевые и всепогодные истребители Су-30СМ. Авиационная пилотажная группа имеет свою эмблему и характерный окрас самолетов в цветах российского триколора. Русские «Витязи» известны во всем мире. Без их воздушных представлений не обходится ни один известный авиасалон. Например, в 2004 году вместе с группой «Стряжи» были выполнены фигуры высшего пилотажа в рамбическом строе. Позже фигуру назвали «Кубинский бриллиант» и номер вошел в историю авиации. 5 апреля 1938 года родилась известная советская актриса Наталья Кустинская. В 60-е французский таблоид «Кандид» включил артистку в десятку красивейших актрис мира. Такой статус Кустинская получила после съемок в фильме «3 плюс 2». Известность же к ней пришла после роли в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». О съемке в многосерийной эпопее «Вечный зов» раскрыли драматический талант актрисы. Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою Кикипору, ну и уговорил меня лететь в Гагры. 5 апреля отмечает день рождения известная российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Елесина. Наша знаменитая землячка родилась в Челябинске в 1970 году. Значительного спортивного достижения Елена добилась в 18 лет. Она стала первой в прыжках в высоту на мировом юниорском первенстве. Настоящий спортивный триумф Елесиной состоялся на Олимпийских играх в 2000 году, когда с результатом 2 метра 1 сантиметр спортсменка опередила мировых фавориток легкой атлетики. Южный Урал заслуженно гордится знаменитой прыгуней. В Челябинске именем чемпионки Елены Елесиной назван легкоатлетический комплекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова